В здравоохранение Томской области за год вложено 29 миллиардов рублей. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, выступая с отчетом перед депутатами 4 июня, рассказал об итогах национального проекта здравоохранения. По поручению президента, глава региона возглавлял соответствующую рабочую группу Госсовета по подготовке этого проекта. Конечно, главная ценность для государства – это жизнь и здоровье людей. То, что для власти – это не пустые слова, отчетливо показывает сегодняшняя борьба с коронавирусом, подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. В прошлом году на проект здравоохранения власти направили более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Итоги проекта – это построенные сельские ФАПы, новое метаборудование, новый хирургический корпус онкологического диспансера, который начали строить в прошлом году. И сейчас на объекте возводится уже седьмой этаж. Началось строительство подземного перехода из хирургического корпуса в радиологический центр. На здоровье людей в прошлом году из областного федерального бюджетов и фонда ОМС мы направили 29 миллиардов рублей, отметил Сергей Жвачкин. Увеличили программу льготного лекарственного обеспечения, завершили ремонт санаторно-лесной школы, туберкулезного диспансера и комплексный ремонт стационара Коженниковской районной больницы. Здесь же, в Коженниковской больнице и в Третьей больнице Томска начали реконструкцию сетей. Завершаем строительство приемного покоя в больнице скорой медицинской помощи и капитальный ремонт амбулатории второй медсанчасти. Построен и готов в воду ПЭД-центр в северном медицинском городке Томска. Открытое отделение гемодиализа в Колпашеве. Напомним, что с 27 декабря 2019 года в Колпашеве пациенты с острой и хронической почечной недостаточностью получают процедуру методом гемодиализа. Это событие в сфере медицины в нашем муниципалитете стало одним из важнейших, поскольку теперь колпашевцам для проведения регулярной заместительной почечной терапии не нужно ездить на гемодиализ в Томск. Такую процедуру они получают в родном городе. В центре, открывшемся на базе Колпашевской районной больницы, установлено пять гемодиализных аппаратов. В настоящее время жизненно необходимую медицинскую помощь на малой родине получают восемь колпашевцев. Это жители города Колпашево и Тогура. А с середины июня добавятся девятые пациенты из села Чижимто. В связи с объявленной пандемией коронавируса отделение гемодиализа в Колпашеве продолжает работать в усиленном противоэпидемическом режиме, соблюдая все меры предосторожности. Процедура оказывается бесплатна по полюсу ОМС. Отделение гемодиализа, появившееся в Колпашеве бесспорно, позволит повысить качество жизни больных с хронической почечной недостаточностью. Центр гемодиализа в Колпашеве был создан в рамках соглашения, заключенного между администрацией Томской области и компанией «Нифролайн». Частное предприятие выступило инвестором по открытию гемодиализного отделения в Колпашеве. Отделение рассчитано на 32 человека. Договоренность с инвестором об открытии специализированных кабинетов в регионе губернатор Сергей Жвачкин достиг несколько лет назад. Помимо Колпашева, отделение гемодиализа работает в Томске, Северске и Асино. Заместительную почечную терапию методом гемодиализа регулярно получают 350 жителей региона. Выступая перед областными депутатами, глава региона Сергей Жвачкин добавил, что для закрепления медиков на селе и в малых городах были сняты возрастные ограничения по программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Трудоустроено за год 95 специалистов. В этом году в рамках нацпроекта здравоохранения в Томской области заменят 10 ФАПов, в том числе два в Колпашевском районе. На их переустройство в 2020 году в рамках нацпроекта региону выделено почти 49 миллионов рублей. На месте прежних ФАПов появятся новые модульного типа – одноэтажные строения площадью 70 квадратных метров. В них будут размещены процедурный и кабинет приема, помещения для хранения лекарств. По словам главврача Колпашевской районной больницы Натальи Дякиной, планируется, что в конце июня подрядчик приступит к монтажу новых ФАПов в Мараксе и Суготе. Затем медучреждения будут проходить лицензирование. В деревнях Сугот и Маракса прежние фельдшерско-акушерские пункты будут заменены до конца сентября. Областное руководство отмечает, что в регионе действует самая широкая сеть ФАПов и общеврачебных практик, обеспечивающая население доступной медицинской помощью. Всего в рамках нацпроекта здравоохранения по программе модернизации первичного звена до 2024 года в Томской области отремонтируют более сотни фельдшерско-акушерских пунктов. Субтитры создавал DimaTorzok